Здравствуйте еще раз. Надеюсь, что вам нравится работать по химии, рука об руку с математикой. Не забывая, что рядом где-то и физика идет. Надеюсь, что не плетется. Я приготовил для вас немного другую же задачу. Она также связана с треплоемкостью, но на этот раз она немножечко отличается чем? Своей математичностью, что ли. Значит, задача такая. Сейчас, секунду. Задача такая. Я включу сейчас на экран. Я прошу прощения. Задача такая. У нас есть идеальный газ. Значит, у нас есть идеальный газ. Прошу обратить ваше внимание, что не сказано, сколько молитв. В принципе, это сейчас и не важно. У нас имеется идеальный газ. Так, идеальный газ у нас имеется. И он совершает процесс, который подчиняется вот такому закону. p равно p0 плюс a, деленное на v. Где p0 и a – это какие-то константы. И нас просят найти теплоемкость этого процесса. Да, давайте догадываемся, что это 1 моль. Сколько нам нужно будет, понятное дело, пользоваться уравнением состояния идеального газа. И там удобнее, когда n равно 1. Итак, еще раз. У нас есть идеальный газ. Количество вещества 1 моль. Значит, газ претерпевает какие-то изменения, которые подчиняются вот такому закону. И p0 и a – это какие-то константы. И вот нам нужно определить, что такое, что такое, чему равна теплоемкость этого газа. Ну, опять-таки, мы с вами знаем вот эту форму. Она уже должна стать родной для вас. Вопрос в том, как, из чего мы будем находить вот это вот dv по dt. Так, у нас с вами есть вот это вот уравнение процесса. Давайте вот так запишем еще раз. p равно p0 плюс a деленное на v. А есть уравнение состояния идеального газа для 1 моля pv равно rt. Давайте это как бы возьмем в систему. Опять-таки, глядя сюда, мы понимаем, у нас должно быть только v и t, да? Нам мешает p. Давайте отсюда выразим p. Это равно rt на v. И подставим сюда. Значит, получается, что rt на v равно p0 v плюс a деленное на v. Так. И вот теперь уже стало намного лучше, потому что вот в этом уравнении у нас нету p. У нас есть t, есть v. Значит, мы спокойно сможем взять дифференциалы и все прекрасно посчитать. Все прекрасно посчитать. Я предлагаю вам выделить rt отсюда. Так удобнее. rt равно p0 v плюс a. Потому что если умножим на v, v и v сократятся. По традиции берем дифференциал слева и справа от знака равенства. Эту процедуру вы тоже знаете. r выносим за скобки, потому что это константа. То есть rdt у нас равно dp0 v плюс dA. Но весь прикол в том, что a у нас константа. Поэтому дифференциал от константы у нас равен нулю. А p0 мы можем вытащить за знак дифференциалов, потому что это у нас константа. То есть получается, что rdt равно p0 dv. Значит, dv по dt у нас равно r зеленое на p0 v. Вот такая вот штучка у нас получилась. Такое производное. Это очень хорошо, удобно. Теперь мы можем написать, чему равно c. c равно cv плюс... Давайте пока напишем p на r и p0. Вместо p давайте подставим его изначально в выражение. То есть это закон, по которому идет изменение. Это равно cv плюс... Так, p0 плюс a делить на v. Это значение p. И умноженное на r на p0. Раскрываем скобки. Очевидно, что... Лучше раскрыть скобки. Это cv плюс p0 на r на p0. p0 сокращается. Плюс... Так, у нас получается... a r на p0 v. Смотрите, у нас эти p0 сократились, и осталось cv плюс r. Так? А мы сами знаем, что есть у нас уравнение Майера. Уравнение Майера. Мы его знаем из курса общей физики. Что cv плюс r равно cp. Ну и отлично. Значит, получается, что c будет равно уже cp плюс r плюс ar на p0 v. Это и есть ответ данной задачи. То есть теплоемка из такого газа, изменение которого происходит согласно вот этому закону, может быть измерено вот таким... Вот такой формулой. Обращаю ваше внимание, если раньше у нас тогда получалось cv, здесь у нас уже получилось cp. Как видите, возможно, все. В этом мире возможно все. Я надеюсь, что это все было вам понятно. Спасибо за ваше внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Пока.